Друзья, всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать диски, точнее красить им другой цвет. Мой путь начинается с искового потанина, я не делаю никакой рекламы, просто я нашел именно этот магазин, который смог закачать мне краску в баллончике, чтобы не покупать компрессор и выбрать именно тот цвет, который я хочу. Возможно, для алматинцев это будет полезно. Итак, следующий мой пункт, это шиномонтажка на Егизбаева. В общем-то, давно я искал нормальную шиномонтажку, и однажды, найдя ее, уже в другие шиномонтажки не обращался, потому что эти ребята достаточно корректно все делают. Ну а заодно, у них небольшие цены, и также я посмотрел на неровности своей диски. Будет обидно, если уже покрашенные диски надо будет делать, потому что там сразу не проверил. Рекомендую также проверить диски перед покраской и вам, дабы потом ничего уже не переделывать. Ну а алматинца, вот она, Егизбаева маленькая улочка, эту вулканизацию вы здесь не пропустите. Опять же, ребята, мне ничего не платят, просто от души рекомендую. Удивительно, что на простом оборудовании они достаточно хорошо всегда забортовывают мне любую резину на любые диски, как низкопрофильную, так и высокопрофильную. И даже в зимние ажиотажи обычно я у них переобувался достаточно быстро, хотя лучше, конечно, делать заранее. Итак, наконец-то мы начали. Для покраски дисков вам понадобится грунт. Я взял мотиповский грунт, правда не уверен, что он мне будет нужен. Также шпатлевка для выравнивания неровностей. Ну, пока что визуальный осмотр показал, что диски вроде ровные, но посмотрим. Вот сюда вот эти баллончики мы закачаем тот цвет, который я выбрал. И в конце мы покроем все мотиповским лаком, который специально для дисков. Он имеет более высокую прочность, чем обычный яфонобильный лак. А также предварительно мы все зашкурим наждачной бумагой, моем, шкурим, красим. При необходимости зашкуриваем, покрываем лаком, ну и все. Первым делом необходимо диски тщательно вымыть. Особое внимание уделяете тем местам, где у нас есть изгибы и где могут остаться краска или следы масла. Если вам есть кому помочь, то это было бы здорово, ведь 4 руки намного лучше, чем 2. Следующий шаг – зашкуривание поверхности. Для начала я взял достаточно грубую 200-ю шкурку. Удобнее использовать ту шкурку, у которой есть поролоновая основа. Машинку использовать не получится, так как диски очень неправильной формы, практически не имеют плоских поверхностей, поэтому все придется делать руками. Необходимо добиться равномерно матового цвета. Перед тем, как шкурить поверхность, обязательно шкурку нужно смочить. Это делается для того, чтобы шкурка меньше забивалась краской, да и прочим мусором. В этом деле главное не торопиться. Я не стал использовать грунтовку, вообще по идее зашкуривать нужно грунт, но в моем случае в роли грунтовки будет старая краска. В которой на этих дисках куча слоев. Необходимо добиться максимально гладкой поверхности. Чем более гладкая будет поверхность, тем лучше ляжет краска. Поэтому после 200-ой шкурки используйте 500-ую, а можно даже закончить 5000-ой. Итак, перед покраской баллончик нужно тщательно взболтать. Но почему-то никто никуда не рассказывает, почему это нужно делать. Вот здесь вот у меня краска, которая сейчас в баллончиках. И видите, за время сам пигмент цветовой он осел, а вверху по сути только растворитель. И когда мы ее взбалтываем, вот теперь более-менее похоже на тот цвет, который должен быть. А именно вот такой вот. Поговорим, очень тщательно вы это взболтаете. Особенно если баллончики долго стояли. Тем красивее и ровнее ляжет свет. Тщательно взболтав баллон с краской, можно приступать к покраске. Я намеренно поставил диски на солнце, так как у меня нет сушильной камеры. А солнце припекало достаточно неплохо и диски нагрелись. В результате это ускорит высыхание краски и улучшит ее прочность. При покраске главное не торопиться, чтобы избежать потеков. Конечно, их можно в дальнейшем будет легко сошкурить, но лучше уж сразу сделать хорошо. Впрочем, не бойтесь сделать ошибки. Со временем вы набьете руку и у вас все получится. Примерно так должен выглядеть свежепокрашенный диск. Не должно проступать старого цвета. Есть с чем сравнить. Процесс этот настолько увлекательный и заразительный, что супруга отобрала у меня баллончик, но быстро поняла, что советовать намного легче, чем красить самому. Впрочем, через минут 5 практики у нее тоже начало получаться неплохо. Итак, второй баллончик кончился. И вот видно, что 4 диска. Самый насыщенный, его мы красили первым, но потом еще докрашили по мелочам. Практически такой же насыщенный, его мы красили второй, но здесь с косяками из-за того, что близко подносил. И приятно сошкуривать не без этого. Да, вот здесь вот потеки, здесь вот у нас, видите, пузырьки. остались. Третий диск менее насыщен, его я вообще добивал из баллончика, фактически охлебное чумура, видишь. Его я добивал уже из баллончика, и вот 4 диск, он даже еще не прокрашен полностью. Но я что хочу, просто примерно вот так вот, чуть-чуть насыщеннее будет выглядеть все диски. Видите, здесь цвет везде полностью перекрыт, но на него ушло чуть больше, чем пол баллона. В заключении небольшая хитрость. Обнаружив, сколько краски у нас попало на землю, я составил диски один над рукой, и внутреннюю часть уже прокрашивал таким образом. После всех четырех дисков я понял, что лучше всего красить следующим образом не подпускать ребенка к дискам. Во-вторых, где-то сантиметров 15, ну может быть 30 от диска, но такими его движениями нет. Когда краска ложится ровно, и в зависимости от угла, под любым углом смотрится одинаково. Вообще, после покраски можно диски покрыть лаком, но я решил их оставить в таком виде, потому что они и так смотрятся очень интересно. Лак бы придал им глянца, то есть они бы больше блестели. Но пока я оставлю таким образом, осталось только сошкурить те проблемы, которые у нас были, и еще чуть-чуть пшикнуть краски. В общем, краска, она осталась, осталось их полтора баллона, но таких получается один почти полный и три почти пустых баллона. То есть вот странным образом, то ли стекла, то ли еще что-то. Так что, если будете красить, лучше брать сразу пять баллонов, тогда их точно хватит, ну, по крайней мере, на 17-е диски. Для правильного завершения этого видео я должен показать кадры до и после. Хотел помыть даже для этого машину, но дождь не прекращается уже который день, поэтому придется довольствоваться вот такими вот кадрами. Так выглядит машина после покраски дисков. И, увы, ах! Сейчас она грязная. Ну, а вот так вот выглядели диски до, правда, чистыми. На этом всем спасибо, всем пока, ставим лайки, это важно для развития канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...